Сегодня мы хотим поделиться с вами историей очень сильной и жизнерадостной собачки, которую зовут Борила. Однажды волонтеры привезли ее в один из спасательных центров, расположенных в Гранаде, Испания. Собака была в таком состоянии, что на нее без слез и боли в сердце смотреть было невозможно. Для сотрудников центра даже было непонятным то, что держит бедное животное на лапах. Но так продолжалось недолго, и вскоре собака упала на землю, не в силах больше встать. Борила была истощена до такой степени, что, глядя на нее, можно было пересчитать все ее кости. Неудивительно, что внутренние органы животного стали отказывать, и состояние собаки ухудшалось с каждой секундой. Некоторые из сотрудников спасательного центра уже отказались верить в то, что Бориле можно помочь и просто разводили руками. Однако владелец заведения Эдуардо Родригес совершенно не был согласен с этим мнением и даже мысли не допускал о том, что помочь уже невозможно. Он лично взялся за реабилитацию Борилы и твердо решил, во что бы то ни стало, поставить собаку на все четыре лапы. И не просто поставить, а вернуть ее к полноценной жизни, абсолютно здоровой и жизнерадостной. Практически несколько месяцев потребовалось Эдуардо Родригесу для того, чтобы Борилла изменилась до неузнаваемости. И хочется отметить, что Эдуардо вовсе не ветеринар и не специалист по восстановлению и реабилитации. Он просто человек с большим и добрым сердцем. Выздоровление собаки вызвало ошеломляющую реакцию у меня, говорит Родригес. Один из ветеринаров даже несколько раз повторялся, что любая другая собака уже давно бы умерла, ведь на такой стадии истощения, да к тому же, когда уже и органы стали отказывать в работе организма, вернуть животное к полноценной жизни практически невозможно. Да, невозможно, но только не в этот раз. Ее желание жить, вот что на самом деле сотворило чудо. Именно благодаря этому желанию мы теперь неразделимы, говорит далее новый друг и хозяин счастливой и жизнерадостной Бориллы. Когда я увидел обессиленную, но так сильно жаждущую жить Бориллу, в тот же момент я понял, что сделаю все, что от меня зависит, лишь бы эта собака выжила. Именно так все и произошло.